Всем приветик! Вот сегодня у нас картина такая вот. Джесси наконец-то переселилась в домик в этот. То есть я вижу там шевеления и звуки. Утром я пришла и посмотрела. Обычно она сидит вот там в трубе, в том кусочке, где она горизонтальная. Она туда натягала всякие стружки, все-все, бумажек туда и там поселилась. Вот, а наверх не ходила. То сейчас, вот вы видите, семечки тут полузанные. То есть она сидела здесь кушала. Она принесла сюда еду и тут кушала ночью. А сейчас она благополучно спит в домике. Там периодически чего-то там чухается, я слышу. Так что Джессика нормально уже освоилась. Там мне пишут, что много всего на дне клетки. Я так не думаю. Значит, там у нас горшок, здесь кормушка. К трубе я добавила еще трубу. Ну и как бы классно, она туда и лазит, ей нравится. А вот, мостик она воспринимает как домик. Вниз тоже она забегает, прячется и там нравится. Потому что хомяки любят, когда им есть где спрятаться. Если это убрать, то у нее будет ощущение, что она на слишком открытом пространстве. И ощущение безопасности у нее не будет. Тут лоточек я поставила что-то, ну как бы для того, чтобы, возможно, она там будет ходить в туалет. Я еще не поняла, где она тут освоилась. Туда она ходит или не ходит она туда. И там у меня в том лоточке стоял ее кокос временно, пока она не поселилась в этом домике. Но чтобы она все-таки чувствовала себя уютнее. Чтобы у нее не было стресса. Вот, поэтому лоточек я, конечно, уберу. Но я думаю, что он и так ей, в принципе, не мешает. Ну, просто внешне мне не нравится. Я хочу увидеть, где она ходит в туалет. И поскольку клетка большая, туда уходит очень много опилок. Поэтому, чтобы потом было проще убрать, я поставила лоток. Ну, чтобы все опилки не выкидывать. Так, так, так. В принципе, все. Джесси спит. Она сейчас не вылезет к нам. Не хочу ее будить. Естественно, я не буду ее звать. Так что пусть себе спит. Ну, как вы видите, признаки посещения Джесси второго и третьего этажей. А, кстати, я перемотала эти вот, как они, лесенки, не лесенки, мостики, да, веревкой, грубой веревкой. И она теперь спокойненько может залазить, ей не скользко. В трубу ничего не добавляла. Она там нормально передвигается. Я не видела, чтобы она скользила там, выпадала. То есть, нормально. И туда, как бы, советуют скотч. Но я не хочу использовать скотч. Это опасно. Она может его погрызть и подавиться. Так что вот такое вот сегодня видео. Может быть, попозже сниму еще видео с Джесси, если она вылезет. Я застану этот момент. Ну, а вам всем пока. И продолжайте наблюдать за нашими сериями. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова